друзья всем большой привет сегодня очередной заказик интересный которым принципе я не люблю забраться это клише вот за клише почему не люблю браться ну как уже все видели в прошлый раз допущен был косяк в одном из клише и буковка s и по причине того что зачастую заказчики скидывают какую-нибудь шляпу типа фотографии и по этой фотографии надо что-то сделать адекватное соответственно что подправлять в попыхах и где-то допускаешь какие-то легкие косяки заказчик потом подтверждает все с косяками ты начинаешь все выполнять и соответственно всплывает сюда когда уже все готово ладно суть не в этом суть в том что сегодня мы ничего не исправляли сегодня у нас деньги вперед как говорится есть свободное время у станка вот почему не загрузить суть в том что есть таких два макетика прикольных то есть даже так сказать три макетика прикольных ну один просто чуть меньше размер еще другой вот задача в том чтобы была договоренность о том что делается гравировка без вырезания из материала то есть это огромный плюс в том что не надо заморачиваться поставили в кубик зарядили настроили и все запустили вот сейчас спрашивать сколько это стоит заказе мне не надо цену всех разные условия всех разных три часа всех раза там помещение разное то есть какие-то моменты это делал очень дешево когда-то делал это очень дорого сейчас берут среднюю цену который оптимально по количеству время работы материалом затратам там беготни суть не все остальное что касаемо параметров сейчас покажу вам вкратце что я делаю параметры запоминайте записывать это для вас вот актуально так что у нас и первый слой это и найдет гравировочный слой то есть слой который выбирает нас материал я думаю всем видно повторять надо будет прописать повторно тоже не надо касаемо параметров самого лазера тоже здесь все видно все хорошо отчетливо это у нас идет станок g5 50 up и с линзой f163 если будет стать линза в 290 то соответственно параметры будет немножко другие ну даже немножко совсем другие параметры абсолютно вот и соответственно есть два варианта мы можем принципе вот этим вот черным маркером бить наше клише до позеленения принципе не делать чистку раньше принципе так я делал ну то есть забивал когда там было дешево то есть надо дешево сделаю дешево то есть был не вопрос и вот таким вот проходами с авто вращением постоянно гравировал то есть каждый последующий слой чистить соответственно предыдущий слой избивает предыдущий шлак и выгравировывает вот что из нюансов было то что на этих макетах ну так шлак давал слизывание вот именно в этих вот местах то есть в краях подбора по либо прохода под самый самый край он давал мне места слизывания и бортик был под углом примеру там где-то градусов там 10 8 градусов приблизительно слишком далеко нельзя было уйти для того чтобы заходить поглубже по было полегче заходить соответственно делать чистку чистку от шлака насадится лазер там не не зализывает а именно начинает выбор выборку делать вот соответственно делается второй слой прохода чистки здесь опять же из личного опыта из за того что мы снимали с вами раньше на микроскоп то есть плотной заливки большую колоссальную делать не надо видно что здесь 4 сотых этого достаточно с головой можно даже поставить пять сотых опять же делать два прохода чистки здесь не принципиально важно да где-то местами чуть шлак остается ну опять же это на любителя моя задача не делать сверх дорогое клише там за 5 за 10 тысяч рублей и задача дешевле то есть тут 3 клише комплексом в одной железке идут вот поэтому здесь не забрать видеть что размер железки составляет 60 на 42 вот и в принципе это выгодно и заказчику и мне вот так вот но в целом по параметрам самого маркера тоже видите здесь скорость 2000 на 15 даже здесь бы можно скорость поднять еще выше я особо не стал заморачиваться по поводу часу то же самое но мне здесь частота нужно так чтобы она прям жестко сбивала поэтому ставлю 40 килогерц потому что у нас на камень на 40 килогерц является показатель пиковый вот пиковый не подумать что это максимальная частота максимальная частота здесь 600 килогерц это просто пиковая мощность именно на 40 килогерцах процесс граммёрки сейчас тоже вам покажу более подробно финал возможно тоже сниму тоже покажу как все получилось по поводу бортиков глубины клише делается под кожу соответственно глубина должна быть примерно быть от 2 до 3 миллиметров оптимальный вариант это 2 и 4 миллиметра опять же с линзы f163 он же является и практически максимальным вариантом по латуни чтобы зайти на такую глубину я соответственно что делаю опускаю на дефокусе то сделано дефокусе ниже на 1 миллиметр через миллиметр он выходит фокус то есть по металлу закрыл бортиками то есть 4 метра он выходит фокус и соответственно еще максимально полтора миллиметра эффективных он выбирает соответственно металл ну что ребят поехали смотреть видос когда все дела пилится и в конце подойдем же итоги дефокусе Продолжение следует... 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 может быть и по-своему то есть я веду по особенному бизнес да они то не своеобразно так скажем то есть но такая вот тема ладненько это будет уже совсем другая тема другой будет видосик в целом все четко всеобщей при мне мне все нравится и один еще фоточки сделаю вот вот так вот поэтому ребят но думаю да думаете можно заниматься потому что есть еще небольшая особенность по станку есть один у нас мужичок либо паренек в возрасте с ростова тоже занимается клише он делает их комбинированно вот он конечно молодец в этом плане то есть суть в том что он приобрел станочек вот я сначала не верил в то что одном принципе то выгодно либо это как-то будет оккупация либо это как-то буду щитом заходить хорошо сейчас я сделал ставку на то что именно вот этот сног в моем в первом офисе старом будет работать в основном упор на клише напиши либо такие вот серийные глубокие гравировки долгие вот и уже честно скажу блин ну где-то так скажем 1 4 окупаемости прошла в тем более что часов наработки прошло на самом деле немного вот и в этом есть огромный плюс посмотрим я хочу сделать максимальный упор на окупаемость станка то есть чтобы он окупился хотя бы в 800 максимум до 1000 часов наработки что он на себя полностью купил не просто купила плюс еще дал заплату допустим не там как работнику пример сотруднику данном опять же с электричеством с офисом всем остальным то есть он прийти пока себя вытягивает поэтому опять же скажу сразу здесь не сделан упор на основу что-то для какого-то серийного производства там либо сувенирка он там в основном не занимается то есть только для видосов и только вот вот такие вот вещи по по заказам делаю вот пока меня все нравится потому что опять же я не делал на это упор это это было неинтересно давать как много раз говорю что я клише не люблю делать не будет что-то долго нудно и не особо там перспективно выгодно то есть вы понимаете что есть другие вещи другие изделия которые гравируются гораздо там допустим дороже то есть там трата времени выходит на станке на одно изделие максимум до пяти минут с маржинальным доходом 500 рублей вот и в день таких изделий можно делать минимум от 10 до 30 изделий поэтому здесь опять же говорю что клише это такая тема когда станок тебя стоит а ты где-то гуляешь то есть поставил зарядил запустил забыл вот то есть это такая тематика но оптимальная но опять же кто-то рискует что станок может там что-то переклинить либо там напряжение сколько нет че там ну бывает из личного подскажет меня такая ситуация была по моему по райкусу пару раз райку с 30 это тоже независимости от станка либо там типа модели что-то ну просто вот работал 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 макет переклинила там либо иска переклинила он в одну точку перс начал там жечь эту точку прям жечь-жечь и по g5 тоже такая фигня не раз была на каком-то другом станке там вот но опять же это не связано со знакомым такая фигня происходит не знаю с чем это все это может программка скачет может что-то еще но поэтому бывает поэтому здесь не рекомендуется бросать станочки без присмотра именно работать как положено ладно ребята видос был интересный от вас не забываем ставить лайки как говорится чесать там лайки вот писать комментарии хуесосить мои видосики вот то что народ там смотрит частенько и так говно редкостное блин звук говно то говно донат просит урод вот но один фильм смотрите же видосы потому что интересно интересно что делал как делаю почему делаю ну вот сейчас в конце сделал такую штучку чистку просто сделал заливку квадрата в размер самого клише мощность поставил на минималку 5 процентов скорость 2000 частота 40 килогерц и еще делал вариант интересный тоже в это полировки по латуни но она здесь не так красиво заходит сейчас здесь латунь получилось как желтого желтого красивого такого оттенка прям как золото практически вот полировку по латуни делал но она блин краснит то есть она не блестит а вот почему так как краснит немножко но в принципе тоже врядок по полировке можно заморачиваться я думаю клиент останется довольный вот чтобы понимали насколько эта тема выгодна потому что такие вещи даже отправляться в казахстан да не только в казахстан то есть по всей россии до заказа тоже сейчас отправляем в основном те кто занимается кожей то есть это работа с кожными мастерами кстати как подсказка но это опять же это подсказываю сейчас те кто имеет тонкие полтинники можете но и у вас проблема с заказами связывайтесь с кожными мастерами предлагайте им клише потому что ну бывает периодически индивидуальный клише для каких-то там заказчиков делается либо они там свое брендирование делать по клише и уже заказывают и гравирую то есть и снятых вот все ребята всем хорошее настроение доброе время суток у нас времени 10 часов вечера я вам заканчиваю видос сейчас поставлю его на монтаж шараш монтаж как лица и поставлена загрузка у нас искат закрывается как раз кем все ребята всем доброй ночи